всем привет давно на канале не было видосов по внешнему тенгу r15 тем более что перед новым годом не заехала некоторое количество плюшек от оружейного магазина сафари из города днепр но это не столько мне подарки сколько можно сказать подарки для вас моих зрителей ну и также для потенциальных клиентов этого магазина почему подарок досмотрите видео все узнаете сегодня я бы хотел вам представить вот такую пистолетную рукоятку от фирмы fab defense называется градус скорее всего это связано с тем что она имеет более вертикальный угол наклона по сравнению со стандартными рукоятками и скорее всего мне ее прислали потому что ребята увидели что я последнее время перебирал некоторое количество рукояток с более вертикальным углом наклоном сказали возьми попробуй пощупай скажешь свое мнение поэтому я сегодня буду устанавливать эту рукоятку заодно покажу вам процесс установки а также скажу свое мнение по поводу и свои ощущения стандартный блистер как и многих продуктов of defense внутри вложена картонка и сама рукоятка рукоятка прорезиненная внутри имеет пластиковое основание резина довольно плотная цепкая ну все равно это нужно установить и попробовать если рассматривать по профилям то рукоятка имеет верхней части стандартное сужение в осевой и боковой проекции расширения внутри кисти и внизу как в осевой так и в боковой проекции идет сужение для более удобного хвата и рукоятка чем-то напоминает немного снайперские рукоятки разве что не имеет внизу площадки для поддержания кисти но есть оси и отверстия самой рукоятки возможно это как минимум сделать для того чтобы держалась резина на самом пластике но вот здесь скорее всего эти отверстия сделаны для того чтобы можно было ставить дополнительно какой-то аксессуар например который будет направлять палец стрелка слева или с правой стороны зависимости от того стрелок левша или правша но это мы узнаем чуть позже возможно появятся дополнительные аксессуары от этого производителя сейчас я буду снимать рукоятку со своей r15 процедура стандартная ничего объяснять особо я думаю не надо все уже давно знают и видели как я это делаю поэтому быстренько постараюсь снять да к сожалению снимаю отверткой потому что болты здесь американские и у меня нет такого торкса ну или шестигранника поэтому я беру отвертку которая по жалу подходит по ширине шлица в болтке аккуратно снимаем рукоятку чтобы не потерять пружинку пружину которая удерживает пин переводчика огня предохранителя он здесь внутри в принципе можно его даже не доставать вот он остается внутри а пружину мы переставляем на новую рукоятку здесь есть отверстие ответная загоняем туда пружину ну и само собой лучше поставить сразу болт вовнутрь с внутренней стороны немного места конечно маловато если присмотреться но я надеюсь что болт с шайбой контровочной станут нормально вот так вот держится болт как я говорил наш лица поэтому лучше сразу его немного загнать вовнутрь ставить пружину и собственно наживлять центрируем немного рукоятку на посадочное место после этого закручиваем болт все рукоятка подается становится на свое место поэтому здесь просто затягиваем болт проверяем все ли стоит нормально и смотрим какая красота у нас получилось при ближнем рассмотрении после установки рукоятки можно заметить что очень плотно она села на ловер и есть некоторые мелкие нюансы которые ну уже нравятся изначально вот если присмотреться очень красиво заходит верхняя часть рукоятки и захватывает немного заднюю часть триггер гварда также сделаны фасочки в передней части по ширине рукоятка совпадает практически идеально с шириной самого ловера и хотя это название больше наверное относится к пистолетам я надеюсь пистолетчики не обидятся если я назвал верхнюю часть рукоятки бивертейл или боброви хвост самый сгиб сходит на нет так ловеру и позволяет более широких пределах стрелку изменять свой хват по сравнению с рукояткой моя k2 у которой хват практически остается только один сейчас я думаю уже можно попробовать что из себя представляет это рукоятка по ощущениям немного напоминает дэниел дефенс да там красиво тоже прорезиненная рукоятка сделано ну fab defense сделали это немного по-своему давайте посмотрим вот в таком виде как это выглядит я поставлю еще магазин чтобы с магазином было видно я надеюсь вам будет понятно что из себя представляет в таком виде рукоятка она вот здесь сужается и мизинец уходит вниз и в принципе одной рукой вполне можно держать то вот здесь получается завышение некоторые как я сказал получается более широкий диапазон хвата можно сделать ну как как-то вот так я думаю будет получаться вполне удобный хват вид немного своеобразной конечно к этому нужно привыкнуть я надеюсь что магазина сафари появятся и дополнительные аксессуары все это также много других товаров от fab defense можно приобрести в оружейном магазине сафари город днепр а также через сайт магазина то есть обвес можно заказать через интернет и вот теперь для самых терпеливых внимания как я говорил в начале видео магазин сафари для моих зрителей делает подарок по промокоду забил я напишу внизу до 1 0 2 2020 то есть до 1 февраля вы при заказе любых товаров кроме акционных конечно можете получить скидку до 10 процентов поэтому не теряйте времени заходите на сайт сафари днепр украина также можете зайти в сам магазин в городе днепр называете промокод забил и выбираете себе не акционные товары от fab defense на этом все спасибо за внимание кому была полезна информация проголосуйте пальцами под видео также настоятельно прошу делиться ссылками на канал писаться на мой канал телеграме мою страницу в фейсбуке на этом все еще раз всем спасибо за внимание всем удачи пока и до новых встреч счастливо